На базе Слудского государственного колледжа 10 марта прошел республиканский семинар. Руководители учреждений профессионального образования обсуждали работу центров компетенций. Такие центры созданы для освоения учащимися современного оборудования и технологий и чтобы подготовить кадры в соответствии с потребностями организации заказчиков. У нас сейчас серия идет семинаров по всем областям и городу Минску. Семинары эти проводятся на базе центров компетенций с участием и руководителей учебных заведений области и профильных центров, которые находятся в других областях. Вопросы, которые обсуждаются, ну, во-первых, у нас один из этапов развития сети центров компетенций, он уже за спиной, определенно есть опыт, но в то же время мы вступили в 23-й год с новой нормативной базой, с изменением в кодексе об образовании, с положениями о сетевой форме взаимодействия и использовании ресурсов центра компетенций не только учащимися, которые обучаются в этом учреждении, но и профильными из области, а может даже и из республики. Символично, что в Минской области именно на базе Слудского государственного колледжа, потому что это колледж, который один из первых открыл центр компетенций, тогда ресурсные центры мы их называли. И, учитывая тот опыт и базу, и научно-методическое обеспечение, и, кстати говоря, педагоги колледжа пишут учебники, учебные пособия, которые получают гриф Министерства образования и используются далее по всей стране по смежным специальностям. Это очень важно для того, чтобы сверить часы в ходе совещаний, посмотреть, где у нас проблемы, которые сдерживают дальнейшее развитие, определить направление и возможности. Еще очень важно, что в этом семинаре-совещании участвуют и представители профильных комитетов областполкома, это сельское хозяйство, труда, экономики. Это как раз тот ресурс, который должен включиться, так сказать, в дальнейший виток развития возможностей центров компетенций для страны, для молодежи, для того, чтобы они выходили профессионалами в будущее. Участники семинара ознакомились с материально-технической базой Центра компетенций, Слудского государственного колледжа и всего учреждения. Побывали на практических учебных занятиях. После пленарного заседания наблюдали за совместной работой учащихся колледжа и воспитанников детского сада номер 12 в Центре компетенций. Трекер, который себестоимость 3 доллара, благодаря ему можно обеспечить абсолютно любую маршрутизацию любого города, любого транспорта, любой страны, вне зависимости, где пользователь находится. То есть платформа служит она как для повседневного использования, так и для открытия какого-то малого бизнеса. И многое, что можно придумать с данным трекером. Даже сама карта, она очень подойдет для людей, которые, к примеру, хотят сделать какое-то массовое мероприятие. Можете на карте указать точку, каждый человек может ее обсуждать, добавлять фотографии и тому подобное. Там есть несколько видов чатов, как обычные чаты, так и приватные чаты для абсолютно свободного общения. Конечно, посетили знаменитый зимний сад колледжа и белорусскую хатку. Попробовали изготовленные учащимися колледжа сладкие блюда. Убедились, что здесь работают профессионалы, которые готовят кадры высокой квалификации. У нас в республике 52 центра компетенций. И, конечно, они по различным видам экономической деятельности. По направлению сферы общественного питания здесь, я бы сказал, ведущая позиция Услудского колледжа. Потому что, действительно, по всем параметрам он достаточно республиканского уровня ведущий. Сейчас, кстати говоря, у нас как раз идет определение по каждому виду экономической деятельности статуса ведущего учреждения, реализующего программы профтех и среднего специального образования. По другим сферам подобные колледжи есть, но они ведущие в других сферах. Это в машиностроении, это есть в автомобилестроении, в сельском хозяйстве. И потенциал колледжа, конечно, он такой, знаете, он является сегодня своего рода таком драйвера обновления и содержания, и образовательных программ, и подходов в методическом обеспечении. Я динамику развития колледжа давно вижу и могу сказать, что он постоянно находит новые какие-то решения, не ждет, так сказать, административных указаний. Это очень ценно, потому что есть инициативность. Конечно, она кроется в управленческой команде и в руководителе, но важно, что и коллектив разделяет это видение и тоже вовлечен во все эти направления. Ну, достаточно сказать, сегодня мы увидели дети с детского сада, ранняя профориентация, они пробуют себя в выпечке. Или школьники, которые в рамках профподготовки 10-11 класс проходит уже освоение навыков профессии рабочих. Или по сетевому не только колледжи, но и студенты вузов. Ну и потом, конкурсное движение на базе буквально этого колледжа будет несколько компетенций проводиться в рамках пятого республиканского чемпионата профессионального мастерства «Профскиллс Беларусь», который будет буквально 13-16 мая проходить. И три компетенции будут проводиться здесь. Здесь работают ребята второго курса. У нас вообще тема разделка с доброго пшеничного теста. Поэтому тема очень интересная. Это, естественно, подразумевает и плетение, и разные фигуры. Они уже целый противень разделали пряников. Поэтому сейчас мы очаруем вас запахом имбирным еще. Ну а ребята, они на первом курсе уже неоднократно показывали и грибочки, и бабочки. Сегодня мы отрабатывали плетение. Ну а вместе уже с ребятами, чтобы было интересно, мы включили сюда элементы цветного теста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!